На улице Светландской часть балкона упала на припаркованный автомобиль, виной всему ноу-хау отечественных строителей. Неприятным сюрпризом стал для владельца автомобиля, припаркованного возле дома номер 109 по улице Светландской, кусок каменной кладки, упавшей на его машину. При ближайшем рассмотрении кладка оказалась не такой уж и каменной, поскольку большую ее часть составляла строительная пена. Роль, которая отводилась этой субстанцией, понять несложно. Пена должна была стать той скрепой, что удержала бы части разваливающегося балкона в этом доме. Некоторое время она справлялась с возложенными на нее обязанностями, но наступил предел и ее цементирующим свойствам. Кончилось все это скверно, балкон разрушен, машина повреждена, и лишь чудом никого из прохожих не зацепило. Но эта ситуация не нова. Посетители кафе неоднократно жаловались администрации на цементные осадки, посыпающиеся на их машины. Администрация кафе, в свою очередь, доводила эти жалобы и свои пожелания до представителей управляющей компании. Но последние проявляли завидное упорство и на сигналы предпочитали не реагировать, дожидаясь, видимо, более весомого довода в необходимости качественного ремонта. А приводить в порядок нужно треснутый в нескольких местах фасад здания и аварийный балкон. Очередной эксперимент российских зодчиков можно считать неудавшимся. Попытка закрепить камень обыкновенной строительной пены привела к тому, что часть балкона в доме номер 109 по улице Светландской элементарно обвалилась. Печаль и другое. Таких балконов здесь много и все примерно в одинаковом состоянии. Какое будет следующим, непонятно. Равно как и то, на чью машину упадет он. Что это будет камень и строительная пена, покажет ближайшее будущее, если ничего не предпринять. Можно лишь порадоваться тому, что дело обошлось только по царапанной крыше автомобиля, неосмотрительно припаркованного близ опасного дома. Стоит обратить внимание ответственных лиц, что каменные осколки падают непосредственно на дорожку, по которой ежедневно ходят сотни людей. Их здоровье и сама жизнь теперь зависят от того, как скоро отреагируют на произошедшее представители управляющей компании.